МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Корни танца на пилоне уходят в Древнюю Индию и Китай, в одну из дисциплин боевых искусств и в цирковое направление, соответственно. Позже пилон прижился в Америке и стал неотъемлемым атрибутом стриптиза. Со временем весь мир принял вертикальный шест, как спортивный снаряд, на котором можно выполнять сложнейшие трюки, заниматься фитнесом и ставить потрясающие танцевальные номера. Настоящим полдэнс со стриптизом объединяет только шест. Он вобрал и какие-то трюки китайского пилона. То есть сейчас очень много девушек, парней начинают там трюки китайского пилона переносить на стальной пилон. И хореографию вобрал опять же в себя. То есть как бы симбиоз всего по чуть-чуть и получается довольно интересно. И интересно тем, что каждый может выбрать свое направление. То же самое вот даже из наших девчонок. Кто-то приходит, они такие все танцевалки-кошечки. Кто-то приходит, им азарт, там какой-то трюк зависнуть вниз головой, там вот адреналин. То есть здесь каждый может себя найти абсолютно. Шестовый танец можно разделить на несколько направлений. Стрип-дэнс, пол-фитнес и пол-дэнс. Сочетание физических упражнений и пластики, грациозности и акробатики способствует формированию красивого силуэта и стального характера. На пилоне прорабатываются все группы мышц, появляется осанка и уверенность в себе. Здесь нет каких-то прыжков, резких скачков или какого-то большого веса на плечах. Когда если у человека есть проблемы с позвоночником, ему уже нельзя заниматься таким видом, как степа аэробика или простая акробатика прыжковая. Или отягощение в тренажерном зале нельзя большие брать. Здесь в этом плане плюс, что нагрузки на позвоночник нет. Плюс, что работает все тело гармонично на самом деле. Не только, как кажется сначала, что руки. Руки-то, понятно, сильные. Но здесь развивается очень хорошо брюшной пресс, грудные мышцы, мышцы спины, мышцы поясницы, ягодичные мышцы. То есть все гармонично. И сам процесс, он обычно такой вот ненудный, как бывает на каких-то других тренировках. И человек тем самым незатейливо, на самом деле прорабатывает все как нужно. Спортивное и танцевальное искусство в Ростове представляет школа Ирины Бель. Сама Ирина в прошлом занималась художественной гимнастикой, балетом, работала фитнес-тренером. Пилоном занимается два с половиной года. Правда, от соревнований пока отошла в сторону. Больше работает как тренер и выступает в категории фитнес-бикини. Ирина финалистка и призер многих соревнований по шестовой акробатике. Сейчас стремится к новым высотам. Воспитанию нового поколения профессиональных танцоров и участию в турнирах международного уровня. Как, наверное, многие, я услышала слово пилон. И сначала не поняла, что это такое вообще, что за пилон. Но когда мне опять же объяснили, что это шест, я, ну, все понятно. Вот, ну, я как бы набрала в интернете слово пилон, и мне выскочили чемпионаты зарубежные. Думаю, ой, интересно попробовать. Они там прилипают разными частями тела. Вот. Но попробовав, я поняла, что это очень тяжело. И вообще, как это так? Я вроде имею физическую подготовку, почему у меня там ничего не получается? В фитнес-клубе мы поставили пилон, где я начала тренироваться сама, развиваться и тренировать постепенно. Также девочек. Вот. И так вот потом перешло это все в школу. То есть уже открыла школу. Первые вот дети, которые к нам пришли, не было такого, что их родители целенаправленно привели на воздушную гимнастику. Потому что до сих пор там бывает и не знают, что такое и полотно, и воздушное кольцо, ну и пилон, соответственно. Вот. Мы открыли группу для детей детской хореографии, гимнастики. И как бы пришли дети на такие вот направления. Увидев в зале пилоны, они не захотели там просто стоять рядом с ними, заниматься там, не знаю, балетом. Они сразу запрыгнули, лазить начали. И как бы тут все стало понятно, что уже стоит открывать группу и продолжать обучение именно вот акробатики на пилоне. Потом они увидели полотно, опять же у них загорелись глаза. Ну, то есть им нравится. И сейчас уже, да, там девочки, их родители целенаправленно приводят. То есть уже они видели, знают. Там бывает то, что увидела, там в цирке увидели, там вот хочет тоже залезть там на высоте. То есть, ну вот тут такого уже рода. Для детей, опять же, занятия очень полезны, потому что здесь нету каких-то опасных прыжковых элементов, где может повредиться их хрупкий позвоночник, который еще очень мягкий. Вот. У них идет укрепление хорошее мышечного корсета, когда они лазают. Спина вытягивается. Формируется хорошая осанка. В школе Ирины Дель избавляют от стереотипов. Пилон только набирает обороты в Ростове. А потому не так много желающих приобщиться к спортивной дисциплине. Для новичков – стрип пластика, более продвинутым – экзотик. Танцевать на пилоне не так просто. И требуется время, чтобы достичь каких-либо высот. С 13 лет можно пробоваться во взрослую группу, в детскую – с пяти. Кстати, на крупных соревнованиях отведены специальные детские номинации. Интересно, что в прошлом году на международном чемпионате в Лондоне победу одержала девочка из России. Есть оценки за сложность, за технику, за оригинальность, за все, за все. И, соответственно, готовясь, нужно это все учитывать. Учитывать костюм. То есть на соревнованиях, естественно, для костюма тоже свои рамки. Костюм не должен быть телесного цвета, сливаться с кожей. Он не должен быть сильно открытым. Лямка не должна нигде упасть. Соревнования по полденсу приравнены к соревнованиям по фигурному катанию и гимнастике. Спорт высших достижений включает в себя статичный и крутящийся пилон. На каждом можно выполнять свои невероятные элементы, а заодно тренировать вестибулярный аппарат. В обязательной программе много элементов и круток, поэтому в стенах школы Ирины Белль постоянно проходят показательные выступления учеников. Это дополнительный стимул для каждого больше тренироваться, придумывать новые номера и осваивать новые горизонты. Если говорить о танце, о целостности, то есть именно танец от начала до конца, то есть, конечно, это движет музыка. Музыка, ну это и должно, да. У меня девочки бывают, я вот придумала там связку, а сейчас буду подбирать музыку. И я, как по балетному училищу, нас учили. Нужно подобрать музыку, ритм просчитать, а потом на нее все раскладывать и ставить. То же самое им говорю. Обидно, когда очень много девочек на своем приходит к нам талантливых. Они такие красивые, стройные, гибкие. У них довольно все так быстро получается. Вот, я говорю, ну вот как ты вот просто не используешь это? Ну просто живешь так вот, где-то между делом там пришла, позанималась. Вот, то есть, конечно, когда есть у человека талант плюс желание работать, то здесь, конечно, ему равных не будет. Но очень часто есть талант, есть задатки, но нет желания. И тогда те, у которых есть упорный характер, они обгоняют, естественно, и достигают намного большего. Это везде, это по жизни, в любых сферах. Вот, поэтому как бы я и девочкам всегда говорю на тренировке, там, имеем терпение, там, чтобы, да, что-то сделать элемент, там, нужно потерпеть, да. В полденсе бывает нужно перетерпеть боль, вот. То есть, там, получить первый синяк, вот, его перетерпеть, чтобы дальше получилось, вот. То же самое и в жизни, чтобы чего-то достичь, нужно где-то перетерпеть, где-то проявить упорство. То есть, спорт, он закаляет характер, и это пригождается во всех сферах деятельности. Это, там, укрепляет нервную систему, да, то есть, чтобы человек становился более, там, сдержанным, например. Вот, поэтому, даже если вы не собираетесь участвовать в соревнованиях Miss Pole Dance или еще каких-либо, все равно приходите заниматься, потому что это человека сама организует, воспитывает его характер и, как бы, помогает ему даже в жизни добиваться успеха. Ирине помогает взращивать будущих чемпионов ее же ученица. Оксана – бронзовый призер Miss Pole Dance в категории «Экзотик». Участница золотого пилона в номинации «Полмодерн». После легкой атлетики и скалолазания пришла в хореографию. Пол-дэнс освоила за пару месяцев и сразу получила призовое место. Это были тренировки каждый день, потому что мне очень нравится. Это были синяки. Про платье весной я вообще забыла, летом тоже все закрытое было. Вот, и вот так постепенно, каждый день, каждый день на полотне чуть сложнее. То есть, это всегда нужно себя подтягивать, все на руках. Если на пилоне можно где-то прилипнуть ногами, допустим, отдохнуть наверху, здесь нет. И скользящую полотну обязательно нужно себя держать всегда. Помимо пол-дэнс преподает стрипластику и воздушные полотна. Продуктивный и очень красивый вид фитнеса считается сложнее пилона. Спортсмену необходимо не только находить баланс, но и уметь вращаться во всех направлениях. Еще один неотъемлемый атрибут воздушной гимнастики – кольцо. В отличие от пилона и полотен, здесь больше элементов на шпагаты и прогибы, больше грации и изящества. Субтитры создавал DimaTorzok Что касается детей, я не знаю, откуда у них столько сил. Гибкость понятна у природы как бы с детства, но сил я не знаю, откуда они вберутся. То есть они делают то, что даже взрослые не могут делать, то есть спустя месяцами, даже полгода. В общем, они очень старательные унички. Мамы даже приходят, хотят, что мы хотим и на стрипластику воздушные пилоны, хоть что-то попробовать. Очень, наоборот, набирают популярность в основном пилон. Но здесь тоже есть молодые люди, девушки, которые против, потому что шесть – это все стриптизм. А бывает наоборот. Мужья нам в студию звонят, можно абонемент я хочу приобрести для жены, чтобы она была такая же подтянутая. Это же еще и растяжка к тому же все-таки. Поэтому хотелось бы пожелать молодым людям, чтобы они не запрещали своим девушкам заниматься. Они будут подтянуты, это будет фигура, растяжка. То есть это самое главное для девушки, я считаю. После выплеска эмоций и энергии в зале Ирина проводит свободное время со своими спортивными домашними или в спа. Оксана же пока усердно готовит себя и своих учениц к соревнованиям по воздушной гимнастике. В школе каждая спасается от плохого настроения, самочувствия и обычных бытовых неурядиц. Пилон – это страсть, адреналин и накал страстей. За это они и выбирают этот вид спорта. Радуются победам друг друга. Ведь здесь нет конкуренции, есть только дружба, поддержка и общее увлечение завораживающим видом искусства. Любовь неизменна, пилон, любимый снаряд. Потому что дает для самовыражения обширное поле, что хочешь, там и делай. Сердце бьется очень. То есть выступаешь на одном дыхании и даже на низ полдэнс, вот экзотип, я заняла третье место. Очень было страшно, потому что я поняла, что у меня всего 4 месяца опыта и соперницы уже много лет занимаются. Я выступила, ко мне подходит ведущая. Оксана, сколько ты занимаешься? Я говорю, 3 месяца. И спрашиваю у соседей девушки, а ты? Она говорит, 5 лет. Дай, пожму тебе руку. Просто реально нужно верить в себя, в свои силы. То есть выступаешь на одном дыхании. Полдэнс становится все более и более зрелищным. Появляются дуэты. За рубежом полдэнс практикуют даже люди пожилого возраста. Нет никаких рамок по возрасту, росту или весу. В творчестве нет ничего невозможного. Если вас покорил этот красивый спорт, попробуйте покориться ему в ответ.